Посмотрите на таблицу и вспомните, что вы знаете о притяжательных прилагательных. Во французском языке слова Всегда стоят перед существительным, это притяжательные прилагательные. Они, как и все прилагательные, согласуются в роде и числе с определяемым существительным. В этой таблице представлены притяжательные местоимения. От притяжательных прилагательных они отличаются своей формой и тем, что употребляются самостоятельно, замещая имя существительное. Вспомните, что вы знаете об этих частях речи в русском языке. Давайте проследим, как будут меняться предложения, если вместо притяжательных прилагательных мы употребим притяжательные местоимения. Посмотрите на экран. Обратите внимание на другие конструкции, которые мы использовали в предложениях на нашем уроке. А именно Попробуйте по аналогии с предыдущим грамматическим явлением французского языка Сформулировать правила об указательных прилагательных и указательных местоимениях. Разница в употреблении указательных прилагательных и местоимений в том, что указательные прилагательные всегда стоят перед определяемым существительным и согласуются с ним в роде и числе, как и все прилагательные. А местоимения заменяют существительные и употребляются самостоятельно. В этих таблицах представлены притяжательные местоимения. Обратите внимание, что они имеют как простые, так и сложные формы. Давайте прочитаем несколько предложений с указательными местоимениями. Посмотрите на экран. Обратите внимание, что простые формы указательных местоимений обязательно сопровождаются словом с предлогом «de» или предаточным определительным «сульви кетагош».